Но наболело, капитан. Выключите этот принтер, а! Постой, паровоз. Остановите камеру. Вроде и теплеет начало, и снег тает, но все равно за окном зима. Греет только то, что скоро состоится много интересных презентаций, MWC и многое другое. Ну а пока у нас новости прошедшей недели из мира Android, хотя и про презентацию словечко тоже замолву. Исследователи из CounterPoint поделились данными по продажам смартфонов в 2018 году. Все ожидали падения, поэтому удивляться результатам не стоит. Во многом причиной спада было сильное увеличение стоимости флагманов и рост качества бюджетных моделей. Пользователи стали тратить меньше, но надо еще разобраться, хорошо ли это. В четвертом квартале 2018 года рынок просел на 7%. Кстати, это пятый подряд квартальное падение поставок. А за весь 2018 год падение составило 4%, и это первый случай, когда наблюдается падение суммарных поставок за весь год. В 2018 году первое место все еще продолжает занимать компания Samsung с 19% рынка. На втором месте расположился Apple с 14%. Третья строчка досталась Huawei с очень близким результатом. Компания уступила Apple всего 1 миллион аппаратов. Копейки. 205 против 206 миллионов трубок. При этом доля Apple сократилась на 4%, Samsung на 8%, а Huawei вырос на 34%. Nokia удалось поставить на 126% больше в сравнении с 2017 годом, а Xiaomi на 26%. Неплохой рост и у компании Tecno, которая была основана в 2006 году в Гонконге. Oppo и Vivo в 2018 году находились в стагнации, роста не наблюдалось. Не очень идут дела и у LG с Lenovo, поставки смартфонов которых сократились в среднем на 25%. Huawei планирует в 2019 году стать первой компанией в мире. С учетом динамики роста в этом мало кто сомневается. Более интересна ситуация с остальными игроками. Смогут ли Oppo и Vivo удержать позиции? Кто займет место LG или Lenovo в будущем? В общем, вопросов пока предостаточно. Складной Galaxy Fold, релиз которого фанаты Samsung со всего мира ждут уже чуть больше, чем несколько лет, будет именно таким, каким его изображали авторы бесчисленного количества утечек и слухов. Я просто похлопаю. Доказательством служит официальный видеоролик из презентации Samsung Unpacked 2019, утекший в сеть за три недели до самого мероприятия. В отличие от прототипа, который нам показали на ноябрьской конференции разработчиков Samsung, коммерческий аппарат имеет два дисплея. Один из них располагается во внешней части и служит для выполнения быстрых задач, тогда как второй, складной, занимает почти все внутреннее пространство и предназначается для задач, требующих большой рабочей области, и для которых даже 6-дюймового экрана было бы недостаточно. Согласно предварительной информации, внешний дисплей Galaxy Fold будет иметь диагональ 4,5 дюйма и разрешение 1960 на 840 пикселей. Совсем немало, кстати. Что указывает как на его изрядную вытянутость, так и на соотношение сторон 2 к 1. Основной дисплей, который расположен внутри складной конструкции, будет иметь диагональ 7,3 дюйма и разрешение 1536 на 2152 точки, указывающие на соотношение сторон 4 к 3. А вот тут немного удивили. Официальная презентация Galaxy Fold состоится в рамках мероприятия Samsung Unpacked. В этот же день Samsung планирует представить сразу 4 модификации Galaxy S10, обновленные смарт-часы Galaxy Sport, про которые я рассказывал в прошлом выпуске, а также беспроводные наушники Galaxy Buds. Последние, по слухам, станут, если не полным клоном, то по крайней мере концептуальные копии AirPods, предлагая схожие функциональные возможности и удобство эксплуатации. Кстати, подоспели утечки по поводу цены Galaxy S10. Цены будут варьироваться от 749 евро до 1499 евро. В рублях по нынешнему курсу это будет примерно 56 и 113 тысяч рублей соответственно. Подробную таблицу можешь увидеть на экране, а если приглянулась одна из моделей, не раз показанных в утечках, о которых мы уже говорили и писали на страницах Android Insider, можешь разбивать крышку-копилку и готовиться к старту продаж. Компания Google, организовавшая программу сбора данных пользователей за плату при помощи приложения ScreenVice Matter, приостановила его действия для iOS, сообщил TechCrunch. Причиной стала негативная реакция Apple, которая обвинила поискового гиганта в нарушении сертификата Apple Enterprise Program. В то же время Android-версия ScreenVice Matter по-прежнему доступна для загрузки в каталоге Google Play, позволяя владельцам устройств под управлением мобильной iOS Google участвовать в этой противоречивой программе. Напиши там в комментариях, как ты относишься к этой идее. В отличие от Facebook, чье приложение было закрыто в результате принудительного отключения от программы сертификации Apple Enterprise Program, Google приняла решение о заморозке собственного проекта самостоятельно. Представители поискового гиганта принесли извинения пользователям iOS, заявив, что компания не должна была злоупотреблять возможностями, которые разработчикам программного обеспечения предоставляет сертификат Apple Enterprise Program. Хм, благородно. Официальное заявление звучит следующим образом. Приложение ScreenVice Matter для iOS не должно было работать в рамках корпоративной программы Apple для разработчиков. Это было ошибкой, и мы приносим свои извинения пользователям. Мы отключили iOS-версию приложения. В то же время напоминаем, что участие в программе было абсолютно добровольным, а мы всегда уведомляем пользователей о том, как именно пользуемся их данными. Иронично, что Google не отказалась от подобных действий в отношении Android-версии ScreenVice Matter. Очевидно, в компании сочли, что сбор и пользование данными их клиентов, тем более за плату, абсолютно законны и не нарушают ничьих интересов. Что об этом думают пользователи, которые согласились на участие в программе предоставления конфиденциальной информации о себе в обмен на подарочные карты американских ритейлеров, неизвестно. На этом у меня на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать свежие выпуски, и пишите свои интересные мысли в комментариях. Также не забывайте посетить наш специальный телеграм-чат, в котором собрались все единомышленники и все любители Android и всего, что с ним связано. Ссылка в описании к этому видео. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok